Все для фронта, все для победы. Спустя десятилетия лозунг вновь актуален. Общероссийский народный фронт запустил одноименный проект. Цель – сбор гуманитарной помощи для солдат ДНР и народной милиции ЛНР. Помощь жителям Донбасса необходима. У них ничего нет. Им нужны вещи первой необходимости, продукты, питания. Вещи, которые собирают или закупают – расходный материал, необходимый бойцам ежедневно. Донбасс сейчас, как никогда, нуждается в нашей помощи и поддержке. Это позволяет жителям народных республик понимать, что они не одни. А Россия всегда протянет руку братским народам. Нельзя оставаться в стороне, когда людям действительно нужна помощь, когда у них есть какой-либо недостаток продуктов или вещей различных. И отвезли все в партию «Единой России». В стране продолжается и сбор помощи для эвакуированных мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик. В Губкинском с начала спецоперации неравнодушные горожане собрали более семи тонн гуманитарной помощи. Мы приняли в этом участие, как мы, как я лично, моя семья, плюс наше предприятие. Мы, как только узнали о том, что идет сбор средств по «Единой России» материальной помощи жителям Дабаса, мы откликнулись. Причем мы это сделали уже два раза по сильной помощи. Кто был необходимый перечень списков, кто что мог, почти каждый из наших сотрудников принес. И мы это передали в «Единую Россию». В сборе помощи активно принимают участие горожане всех возрастов. Активно подключилась молодежь. Коллектив филиала Муравенковского колледжа многонациональный, так же, как и родительская общественность, и студенческое сообщество, и сотрудники филиала колледжа присоединились к гуманитарной помощи жителям Донбасса. Помощь была искренней, и по возможности, конечно, каждый вкладывал свои. Кто-то помог трудом, это наши волонтеры, кто-то помог финансами, пересылая денежные средства для того, чтобы приобрести необходимые товары. Кто-то приносил из родителей просто продуктовые наборы. Мы были готовы собрать всю помощь желающих для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Северяне в очередной раз доказывают – чужой беды не бывает. Зинаида Иссеева, Елена Каньна, Денис Гимб, Новости Губкинского.